Наши чиновники, ну, наверное, я не знаю, то ли менталитет у них такой, то ли что. Сначала создадим трудности, а потом их будем успешно преодолевать. Мы сначала детей выгоним всех на улицу, вытолкнем, в подвалы там затолкаем, в подъезды, а потом начнем их оттуда извлекать, бороться с преступностью, с детской безнадзорностью. Хотя на самом деле это все можно делать на самом начале, вот когда еще только-только это все начинается. Детей, сейчас скажу, порядка двух тысяч, которых мы обучили в верховой езде. Вот обращение с животными, причем приходили не только дети, но приходили взрослые, приходили с родителями, родителям ходили тоже занимались. Возраст был где-то лет от пяти и до пятидесяти такие вот приходили. У нас было подготовлено 27 чемпионов и призеров области. Мы сами проводили областные соревнования. 27 призеров и чемпионов области. 29 где-то у нас спортсменов-разрядников. Это второй разряд, третий разряд по конному спорту, именно по конкуру. Конкуру – это преодоление препятствий. Потому что в жизни бывают такие ситуации, которые в точности повторяют те ситуации, которые у нас происходят во время тренировок. И когда человек научится преодолевать вот этот боязнь, страх какой-то, падают все, даже большие спортсмены, великие, которые без этого невозможно. В любом виде спорта, в любой работе неизбежны падения. Но самое главное – надо уметь подняться, потряхнуться и снова сесть на лошадь. Иногда бывают такие ситуации, когда что-то надо рассказать и некому рассказать. Дома не скажешь, чужому человеку это не скажешь. А лошадь можно все рассказать. Это точно так же, как вот в поезде, например, особенно поезда дальнего следования, едут люди там настолько откровенно бывают, рассказывают такие вещи, которые никому не скажут. Вот сейчас нас давят со всех сторон, пытаются тут выселить нас отсюда. Якобы мы тут незаконно, хотя мы пришли сюда на законном основании, заключили договор с арендатором этого участка земли. Но то, что он потом перестал платить аренду к младшему, мы-то этого не знали. Если бы знали, мы бы за него платили. Но вот так получилось. Вот и теперь на этом основании нас отсюда хотят выселить. Руки ниже! Высоко руки! Будущее есть у всех. Я думаю, что и мы тоже все будет у нас нормально. Сможем тут и манеж сделать, потому что мы не можем даже здесь полноценно заниматься. Нет условий. Ты управляешь лошадью, не лошадь тобой. Ну, на данном случае ты не наш. Я думаю, что все будет хорошо, все наладится. Со временем все будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!